Девушки отдыхают И давайте пожелаем удачи всем, кто сегодня играет в «Русское лото». Поехали! Призовой фонд 1296-го тиража составляет 106 705 850 рублей. Джекпот 1 126 664 372 рубля. С подробными правилами «Русского лото» вы можете ознакомиться на лотерейных билетах и на сайте 100loto.ru Мы тщательно перемешали бочонки в мешке и начинаем 1296-й тираж «Русского лото». Призовой фонд первого тура «Русского лото» составляет 420 000 рублей. Желаем вам удачи! В первом туре выигрывают билеты, в которых все пять чисел любой горизонтальной строки совпадут с номерами бочонков, извлеченных из мешка. Светлана, давайте вы достанете первый бочонок из мешка. Это так волнительно. 22. Номер 22. Ну, теперь мы меняемся местами. Вы держите мешок, а я буду доставать следующие бочонки. Светлана, номер 73. Урожай – это прежде всего количество или качество для вас? Михаил Борисович, ну, для меня, конечно же, урожай – это качество. Качество. Номер 55. Все ручками, ручками, ручками. Ну, я знаю, что в промышленных масштабах, да, конечно же, урожай – это количество. Все гонятся за отличным урожаем. Ну, а о промышленных мы объемах не задумываемся пока. Номер 18. Внимание. Сложилась предвыигрышная ситуация. Ну что же, меняемся местами, потому что сейчас вы будете решать судьбу призового фонда. Первого тура. Своей сельскохозяйственной хваткой. 58. Номер 58. Продолжаем. Продолжаем. 68. Номер 68. Точка внизу. Стоп игра. Стоп игра. Итак, в первом туре выиграли два билета, приобретенные в Забайкальском крае и в Башкортостане. Выигрыш составил 210 тысяч рублей на каждый выигравший билет. Поздравляем наших победителей. Поздравляем победителей. Я объявляю начало второго тура «Русского лото». Во втором туре мы начинаем разыгрывать 12 призов по одному миллиону рублей. Неплохой урожай. Во втором туре выигрывают билеты, в которых все 15 чисел одного из игровых полей, верхнего или нижнего, совпадут с номерами почонков, извлеченных из мешка. Итак, вы, когда учились в Донском университете, номер 42, как вы видели свое будущее? В то время я мечтала стать флористом и открыть свой цветочный магазин. Так, номер 30. И? Ну, немножечко судьба по-другому со мной поступила, но я не менее счастлива. Понятно. Номер 53. Ну, а вы верите, что увлеченные дачники или просто любители могут собрать урожай не хуже профессионалов? Я не просто в это верю, я знаю таких дачников, которые заткнут за пояс любого специалиста. Правда? Номер 11. Барабанные палочки. Ну, а какие вот самые распространенные ошибки, которые совершают вот такие дачники, индивидуалисты? Номер 76. Ну, чаще всего наши садоводы и огородники покупают товар спонтанно, да, семена и саженцы, не задумываясь о том, а нужен ли он им и подходит ли он для условий их выращивания, да? То есть не всегда это совпадает, и поэтому иногда наступает разочарование. Номер 39. Еще до того, как появятся какие-то плоды и всходы? Они могут совсем не появиться. А-а-а. Да, условия не подходят. Об этом я и не подумал. Номер 61. То есть посадили, посадили, а ничего и не взошло. Да, потому что разным культурам нужны разные условия. Бывает, что... Номер 88. На данном участке. Следующий ход, 15-й. Вот. А вот этой культуре, нашему супер-призу, джекпот, нужно прямо сейчас понять, что он может быть разыгран. Джекпот, который составляет, внимание, 1 миллиард 126 миллионов 664 тысячи 372 рубля. Выигрывают билеты, в которых на 15-м ходу все 15 чисел одного из игровых полей, верхнего или нижнего, совпадут с номерами бочонков, извлеченных из мешка. Светлана, давайте вы это попробуете сделать. Может быть, у вас, у экспериментатора полей вдруг, да и получится... 51. Номер 51. Джекпот русского лото сегодня не разыгран. Не разыгран. Его призовой фонд переходит в следующий тираж, а мы продолжаем второй тур. И мы продолжаем. Светлана, как я прочитал, номер 85. Вы основали онлайн-академию садоводства. Это в интернете. Ну, что это такое? Михаил Борисович, заходите в мой инстаграм и все сами увидите. Так, то есть вы номер 41, такой интернет-академик? Да, все верно. Ну, хоть в двух словах, что это такое вообще? Чем это едет? Сейчас... Номер 75. Очень востребованы знания в области агрономии. И я такую возможность людям даю. В любом уголке мира каждый может пройти онлайн-курс по садоводству и огородничеству. Номер 50. Полтинник. В сетях сейчас можно найти что угодно. И всегда ли можно пользоваться советами из интернета? Нет, конечно. Номер 19. Номер 17. Сейчас каждый считает себя специалистом, может написать все, что угодно, поэтому я рекомендую все-таки обращаться к специалистам. К академии. Ну, хотя бы проверять информацию. Номер 17. Ага. Ну, а какие самые бредовые рекомендации вы встречали в интернете? Номер 86, точка внизу. Ну, вы знаете, всякую бредовую информацию, ее можно, в принципе, интерпретировать по-разному. Меня больше всего раздражают мошенники, которые есть в сети, которые продают какие-то диковинки немыслимые, да. Наши садоводы, они увлеченные, и, конечно, каждому хочется что-нибудь такое интересное прикупить. Но я хочу вот предупредить, что... Номер 21. Чтобы не были доверчивыми, все-таки тоже проверяли информацию и не велись на всякие вот такие вот уловки. Номер 35. Ну, конечно, все время идет борьба брони и снаряды, да, все-таки и мошенники совершенствуются. Номер 31. Ну, а вы сейчас занимаетесь вот только теорией или практикой тоже? Ну, конечно же, куда же без практики. Занимаюсь, мое... Номер 69. Любимое увлечение – это выращивание овощей в домашних условиях на подоконнике круглый год. То есть вы академик под подоконник, да? Ну, это такое хобби для меня. Ага, номер 26. А какие вы овощи выращиваете у себя на подоконнике? Ну, просто я пытаюсь себе представить. Арбуз какой-нибудь или дыню. Номер 25. На самом деле арбуз и дыню можно вырастить, но я больше люблю миниатюрные томаты, баклажаны, перцы, зелень, ароматные травы. Базилик, например. Но они карликовые, подходят для вращения на подоконнике. Номер 82. Вот так вот. А это как? Вы в практических целях или в научных на подоконнике у себя работаете? Номер 57. Ну, конечно же, в практических. Сразу все идет в салат. То есть утилитарно, да? Конечно. Номер 43. Сталинград. Номер 6. Точка внизу. Вы знаете, вот у меня... Внимание. Сложилась предвыигрышная ситуация. Пожалуй, это интереснее того, что я хотел вам рассказать. Раз предвыигрышная ситуация, то это все в ваших руках. Номер 83. Номер 83. Стоп игра. Стоп игра. И сразу. Итак, во втором туре «Русского лото» выиграл один билет, приобретенный в Москве. Вы верили в свою удачу, и она отблагодарила вас. Ваш выигрыш – 1 миллион рублей. Поздравляем победителя. Поздравляем победителя. А мы переходим в третью туру «Русского лото» и в третьем туре продолжаем разыгрывать призы по одному миллиону рублей. В третьем и последующих турах выигрывают билеты, в которых все 30 чисел обоих игровых полей совпадут с номерами бочонков, извлеченных из мешка. Прекрасно. Я все-таки вернусь к этому. Светка, вот у меня соседка по даче номер 56. Я как-то вот несколько раз видел, что она с растениями разговаривает, когда в огороде копается. А это нормально или это уже надо к врачу обращаться? Номер 4. Ваша соседка все правильно делает, потому что растения живые, как и мы с вами. Они тоже любят ласку и заботу. С ними надо разговаривать. Прекрасно. А вот вы номер 9, точка внизу, если я не ошибаюсь, написали, что увлекаетесь органическим земледелием. Что это такое? Да. Номер 84. Так и есть. Органическое земледелие – это не только неиспользование химических обработок и минеральных удобрений. Номер 48. Но это еще понимание таких фундаментальных процессов природных, взаимодействия растений и почвы. Номер 49. Солнце, ветра, воды и даже луны. И вот в природе все в балансе. Номер 38. А вот самый болезненный вопрос – вопрос химикатов, которых сейчас в сельском хозяйстве много используют. Раньше, по-моему, еще больше использовали. Номер 32. К этому как вы относитесь? Ну, на самом деле, да. Действительно, много используют. Я знаю, что для того, чтобы вырастить урожай яблок, в саду проводят более 20 обработок. Номер 77. Более 20. Мамочка. Ага. Ну, а как вы, как профессионал, можете на рынке или в магазине номер 1 на взгляд определить, вот овощи, фрукты, они выращены с помощью химических добавок или нет? Номер 13. Михаил Борисович, не хочется вас расстраивать, но 90% овощей, которые мы покупаем в магазине, выращены как раз-таки таким способом. Ну, вы меня расстроили все равно. Ай-яй-яй. Ну, а это все вредные химикаты номер 24 или какие-то есть полезные для овощей и не очень вредные для человека? Ну, это сложный вопрос на самом деле, но есть абсолютно безвредные препараты. Номер 65. Которые за неделю-две абсолютно разлагаются и не приносят вреда здоровью человека. Ну, сейчас как-то легче стало, потому что вы меня совсем расстроили. Номер 29. Ну, а механизировать сейчас многое удается в сельском хозяйстве? Или номер 46? Все равно сорняки и полоть согнулся и пошел вручную. Тяпка. Ну, конечно, сельское хозяйство сейчас механизируется. Номер 72. Модернизируется, но все-таки это та отрасль, в которой не обойтись без ручного труда. Это я понял. Номер 60. Ровно. То есть вообще даже на приусадебном участке не разогнешься. Или культиватор хотя бы там как-то. Нет. Номер 36. Сейчас и капельный полив, и культиватор можно использовать, и всякие защитные пленки, которые не дают расти сорнякам. Номер 15. Внимание. Внимание. Сложилась предвыигрышная ситуация. И вновь предвыигрышная ситуация. И теперь дело за вами, Светлана. Пожалуйста. Номер 28. Номер 28. Сена косим. Продолжаем. 45. Номер 45. Баба Ягодька. 5. 40. Номер 40. Оливоба и 40 разбойников. 34. Номер 34. Продолжаем игру. Продолжаем розыгрыш. 44. Номер 44. Стульчики. Продолжаем. Это мой любимый инструмент в огороде. Стульчик и... Смотри. 54. Номер 54. Как травка зеленеет. Ну, а сейчас ведь... 7. Номер 7. Сейчас ведь мы все-таки опять возвращаемся от вот этих полей, засеянных травкой, все-таки к огородам. Да. На своих дачах, да? Сейчас интерес опять возвращается. Слава Богу, все хотят есть свои органические вкусные фрукты и овощи. 67. Номер 67. Ждем победителей. Ждем победителей. Номер 5. Номер 5. Отлично. Затянулось. 33. Номер 33. Созревание победителя. Затянулось в третьем туре. 71. Номер 71. Стоп игра. Стоп игра. В третьем туре выиграли два билета, приобретенные в Саратовской области и в Забайкальском крае. Ваш выигрыш. Один миллион рублей на каждый выигравший билет. Вы стали миллионерами. Поздравляем. От всей души поздравляем новых победителей. Мы переходим в четвертый тур «Русского лото» и продолжаем разыгрывать призы по одному миллиону рублей. По одному миллиону рублей. Номер 62. Выиграли 4 билета, приобретенные в Ленинградской области, Пермском крае, Красноярском крае, Мурманской области. Выигрыш 1 миллион рублей на каждый выигравший билет. АПЛОДИСМЕНТЫ Наши поздравления. Номер 52. Выиграли 3 билета, приобретенные в Ханты-Мансийском автономном округе, в Республике Коми и Москве. Выигрыш 1 миллион рублей на каждый выигравший билет. Поздравляем от души. Вот это урожай. Номер 89, точка внизу, дедушкин сосед. Оставшиеся два приза по одному миллиону рублей поделили между собой сразу 14 билетов. Таким образом, каждый из вас поиграл по 142 857 рублей. Отличный выигрыш. Поздравляем. Сегодня в «Русском лото» было разыграно 12 призов по одному миллиону рублей. А сейчас наступило время разыграть оставшийся денежный призовой фонд сегодняшнего тиража. Поехали. Светлана, вы еще писали, что сейчас изучаете номер 47. Ландшафтный дизайн. Это что, модно? Или у вас какие-то есть более прагматичные размышления? Номер 2. Ну, хотелось бы, чтобы на садовом участке было не только полезно и утилитарно его использовать, а чтобы еще он приносил удовольствие, радость и красоту. Поэтому обязательно надо изучать. Это уж просто блестяще будет. Номер 59. И урожайно, и вкусно, и красиво. Конечно. Номер 74. Ну вот, а от чего растения, плодовые деревья болеют? Да от того же, от чего и мы с вами. У них такие же инфекции. Бактериальные, грибные и вирусные. Ну и что, вот растение может захандрить, как человек? Конечно. Номер 90. Енушка! Вот что-то стало грустно. И ушко наклонилось, а? Яблонька пригорюнилась. Как и мы с вами. Они же живые, и тоже им не нравится. Плохая погода. Ага. Отсутствие внимания. Номер 10. Чирик. Ну что же. Действительно, без внимания. Номер 27. Ведь природа, это же женского рода. Как же без внимания. Номер 66. Валенки. А вы вот, вы позитивный человек и улыбающийся. Такое приятное очень в общении. Вы-то сами как избавляетесь от хандры? Вы знаете, когда у меня появилось трое детей, у меня нет просто сейчас времени на хандру. Номер 70. Поэтому я такими глупостями не занимаюсь. Номер 64. А вы видите, что удача или счастливый случай могут прийти к такому скучному, ленивому человеку? Номер 3. Нет, не верю. Ну а зависть номер 79. Как вам кажется, может перетянуть удачу? То есть забрать ее у другого человека к себе? Нет, я в это тоже не верю. Я верю все-таки в позитивные мысли. Номер 16. А зависть, на мой взгляд, она разрушает человека изнутри. И поэтому я искренне желаю людям, которые страдают такой проблемой. Номер 87. Научиться радоваться удачам других. И тогда удача. Номер 63. Начнет улыбаться им. Ну ведь деревья друг другу не завидуют. Это ведь было странно, да? Надеюсь, что нет. Ну что же, номер 80. Бабушка. У вас бабушки есть? К сожалению, уже нет. Нет, да. Но у меня были замечательные бабушки. Ну это я уже по вас вижу. Номер 23. АПЛОДИСМЕНТЫ Номер 14. Номер 78. Мы выходим в начинку. Внимание. Вышли уже практически. Следующий ход последний. Вот она финишная прямая нашей битвы за урожай. Последний ход ваш. Очень волнительно. 81. Номер 81. Стоп игра. Стоп игра. Это был последний ход 1296-го тиража русского лото. И нам остается вместе с вами высыпать все, что осталось в мешке после окончания игры. Проверьте, пусть ли наш игровой мешок. А у нас осталось в мешке 4 бочонка. Я называю их номера. Номер 8. Номер 12. Номер 20. И номер 37. Эти номера в своих билетах зачеркивать уже не надо. Они остались в мешке после окончания игры. По этим 4 номерам еще раз проверьте игровую сетку вашего билета. Если в ней нет ни одного из этих 4 номеров, это значит, что ваш билет, как вы думаете, Светлана, что с ним произошло? Выиграл. Выиграл, конечно же, выиграл. 1296-й тираж русского лото завершен. Уважаемые участники русского лото, сегодня мы разыграли для вас призов на общую сумму, внимание, 58 миллионов 31 тысяча девятьсот восемнадцать рублей. Выигравших сегодня 418 тысяч 444 билета. Джекпот следующего тиража 1 миллиард 175 миллионов 338 тысяч 304 рубля. Потрясающий джекпот. Пусть уже кому-нибудь улыбнется удача. Так хочется устроить салют в честь победителей. Друзья, что мы точно гарантируем, так это, что в следующем 1297-м тираже русского лото вас ждет летний звездопад призов. 70 призов по 200 тысяч рублей и множество других денежных призов. В мешке останется 3 бочонка, а значит, победителей будет больше. С подробными правилами русского лото вы можете ознакомиться на лотерейных билетах и на сайте 100loto.ru. Удачи вам, дорогие друзья!